Добрый день дорогие друзья с вами Павел Платонов приветствую вас из Иерусалима я часто задаю себе вопрос как быть и куда поехать с ребенком если вам выпал выходной в субботу а погода дождлива и ненастно куда совершить путешествие куда деться любящему активный отдых и природу но не сидеть же дома есть такое место в Иерусалиме это общенациональный израильский аквариум основанный 19 июня 2017 года давайте перенесемся в это место и рассмотрим внимательно что же там происходит на самом деле расположен аквариум южной части Иерусалима рядом со знаменитым библейским зоопарком который мы также покажем в отдельном сюжете идея создания аквариума возникает 2008 году в рамках национального плана сохранения биологического разнообразия в Израиле концепция аквариума сосредоточилась на создании уникальной коллекции видов морских обитателей специфичных для Израиля морская среда четырех морей окружающих Израиль составила основу замечательной коллекции аквариума это средиземная красная галилейская и мертвая моря работа над проектом создания аквариума велась практически 10 лет и общая стоимость проекта составила около 100 миллионов шекелей значимую сумму в 11 миллионов долларов пожертвовала семья готэсман из Нью-Йорка за более чем два года своего существования аквариум в Иерусалиме снискал значимую популярность как среди местных жителей так и туристов особенно много здесь детей мечтающих увидеть прежде всего акул а потом других замечательных обитателей моря для удобства посетителей посещение в аквариуме разбито по удобным маршрутам разделенным по определенным тематическим павильонам экспозиции первый павильон называется галерея четырех морей и посвящен он флоре пауне и природе двух морей средиземного и красного а также и двум большим озером которые называют также морями галилейскому и мертвому павильоне используются экспонаты всех четырех уникальных биотопов расположенных на территории современного государства израиль в виде выставок скелетов рыб и других видов интерактивных дисплеев и реальных аквариумов живыми видами некоторые аквариумы выполнены в круглой форме взора 360 градусов в одном из таких круглых аквариумов посетители могут увидеть целую стаю крылаток тропических ночных рыб с ядовитыми шипами обитающих в том числе в красном море и восточном средиземноморье крылатки достигают длину до 35 сантиметров и питаются мелкими рыбами ракообразными шипы этих рыб чрезвычайно ядовиты укол шипом крылатки может привести к смерти а крупные крылатки иногда охотятся на более мелких примечателен павильон под названием берег средиземного моря здесь вид на средиземноморский пляж позволяет взглянуть выше и ниже воды ты единственный полноценный аквариум которому вы можете также услышать шум волн разбивающихся берег его верхняя часть имитирует прибрежную зону израиля которая разделена на две среды обитания каменистые песчаные пляжа галереи открытий шробер можно полюбоваться морскими коньками посвящена экспозиция сложной теме нарушения экобаланса в мире когда в результате вмешательства человека морские обитатели вынуждены приспосабливаться к новым условиям выживания здесь же можно увидеть клоуновых рыб успешно маскирующихся под каменистую окружающую среду интересен бассейн с целой стаей скатов хостокулов любящих выплывать на поверхность рыбы движутся в стае активно выплывая наружу галерея средиземного моря ведет посетителей в уникальный аквариум туннель и вы оказываетесь в атмосфере морских глубин захватывающем виде вы увидите десятки рыб акул и морских черепах и средиземного моря это самый большой аквариум всего комплекса с двумя смотровыми площадками водным туннелем и большим окном в так называемой первой галереи красного моря можно увидеть разноцветных рыб со всего красного моря благодаря стабильным условиям экосистемы многие коралловые рифы развились красном море элладский коралловый риф самый северный тропический риф мире сотни красивых рыбок лили и клоунов встречают посетителей осмотровой конус в аквариуме дает возможность сделать хорошее фото на память дети особо рады этому обстоятельству рыба единорог и уникальная коллекция кораллов хорошо представляют уникальную природу элладского залива несколько аквариумов посвящены медузам тело медузы как известно на 98 процентов состоит из воды в аквариумах с медузами используется уникальная меняющая цвета подсветка сразу после просмотра павильона медуз посетители возвращаются погружению морские глубины которые имитируют коралловый риф элладского залива гигантском панорамном аквариуме высотой 2 метра и длиной 25 метров видим как выглядит богато растущий коралловый риф здесь можно увидеть мурен лобстеров акул и других обитателей красного моря разнообразие павильонов аквариума удачно дополняют коллекции раковин и различных морских обитателей картинных галереи современных художников посвященных флоре и фауне мэрии и места отдыха для взрослых и детей уникальная атмосфера и доброжелательная обстановка привлекает сюда множество посетителей уже третий год хорошо что есть такое место в иерусалиме где можно провести замечательное время со всей семьей сопереживать красоте и озаботиться проблемами сохранения морской флоры и фауны различных морей на этом наш сегодняшний сюжет подходит к концу желаю всем приятным виртуального тура под нашу музыку и конечно же при первой появившейся возможности я советую всем посетить это замечательное место с вами был павел платонов подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы получать оповещение о новых сюжетах пишите комментарии всего доброго и до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok